Чем заняться во время карантина? Сейчас этим вопросом задаются многие, кому пришлось перейти на удаленный режим работы. Наш корреспондент Анна Троян подготовила подборку самого полезного домашнего досуга. Работа не волк, в лес не убежит. Так на карантине думают многие, отправляясь к холодильнику, словно там деньги раздают. Но это не дело, товарищи удаленные работники. Чтобы после введенных ограничений не пришлось менять гардероб, вот вам советы для разгона жировой массы. Если без посторонней помощи не знаете, как сесть на шпагаты или встать в планку, держим путь в плей-маркет. Приложения для любой физической подготовки позволят в четырех стенах провести тренировку не хуже, чем в спортзале. На фитнес дома нет ни малейшей мотивации, пришла пора опробовать новенькие спортивные площадки во дворах. Они тоже подойдут для любого уровня подготовки, а на свежем воздухе и гормон счастья быстрее вырабатывается, и время летит незаметно. Только руки после турников не забудьте тщательно вымыть. Чистота – залог здоровья. Поэтому карантин самое время провести в квартире в весенний субботник. Генеральную уборку можно устроить даже в самых труднодоступных местах. Так и физнагрузку совместите, и полный порядок дома воцарит. За пять дней на карантине Юлия Самохина ни разу не скучала. Стараюсь больше времени проводить дома, потому что все-таки есть угроза заразиться. А так дома, конечно, скучать не приходится. И, честно говоря, для меня это самое удачное время, чтобы заняться домашними делами, пообщаться с друзьями по интернету и посвятить время семье. А еще это время можно посвятить себе любимой. Ну когда еще можно позволить себе ходить, как в спа-салоне? Уход за кожей и волосами – вопрос индивидуальный. А вот найти время на любимые книги и сериалы хотели многие, но не могли. Киноманы и чтецы. Настало ваше время. Да, вот только поделить телевизор на всех членов семьи, увы, весьма сложно. Лучше найти интеллектуальное занятие для всех. Друзья, мне кажется, надо играть. Игры давно пора. Уна, крокодил, эки-воки, элиас – это не набор несвязанных букв, а название настольных игр. С таким досугом и мышление можно развить, и поднять настроение. Первый комик немого кино «Черный белый». «Черный чаппинг». Положительные эмоции поднимают иммунитет. Продуктивного вам досуга. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok